Сегодня в стенах парламента во втором чтении был рассмотрен проект конституционного закона о прокуратуре Кыргызской республики. Работа правоохранительных органов в последнее время претерпела изменения. В этой связи как у общества, так и у депутатов возникает много вопросов, особенно после ликвидации ГСБП и АКС. Данная идея в свое время нашла поддержку у парламентариев. Генеральный прокурор Крумаков Злушев ответил, что коррупционные экономические дела будет вести генпрокуратура. ГКНВ будет расследовать должностные преступления, даже если это будет каким-то образом связано с экономическими преступлениями. АКС и Финпол уже упразднены. Думаю, здесь нет вопросов. Отдельные депутаты Чигур-Кукинеша также поинтересовали, что будет с сотрудниками Финполиции, которые после упразднения ведомства остались без работы. Финполиция упразднена. Там работали опытные специалисты, которые сейчас сидят без работы. Будет ли объявлен конкурс для этих сотрудников и следователей? Сейчас мы рассматриваем личные дела 15% следователей Финполиции. В прокуратуре имеются вакантные места. Нам не хватает следователей. По Конституции следственные функции передали органам прокуратуры. После обсуждения с президентом было решено создать две структуры. Следственное управление прокуратуры и следственный департамент при прокуратуре. Следственный департамент еще не создан. Для этого тоже необходимо финансирование. Мы планируем, что в департаменте будут работать следователи, которые вначале наберутся опыта в следственном управлении. И уже потом будем создавать департамент. Нардепы также заинтересовались заработной платой сотрудников главного надзорного органа. По словам генпрокурора, ставка помощника прокурора – 12 тысяч суммов, у руководителей – до 18 тысяч. Этой заработной платы не хватит сотрудникам прокуратуры и планируется поднять вопрос о повышении зарплаты. По мнению парламентариев, чтобы исключить коррупцию в главном надзорном органе страны, у ее сотрудников должна быть достойная заработная плата. «Ничего не изменится, пока заработная плата не поднимется. Многие говорят, что прокуроры – коррупционеры. Но я абсолютно не согласен с этим утверждением». «Заработную плату сотрудникам генеральной прокуратуры нужно поднимать. Это актуальный вопрос. Пользуясь случаем, хочу поднять вопрос проверки бизнеса. Вот есть отдельные сотрудники, которые своими проверками губят деятельность добросовестных предпринимателей. Поэтому хотелось бы вас попросить, чтобы такие проверки проходили под чутким контролем. Пусть у проверяющих будут разрешительные документы». Депутаты отметили, что у проверяющих должны быть обоснования для совершения проверок. В свою очередь, генпрокурор подчеркнул, что представители бизнеса в случае незаконных проверок могут обратиться в генпрокуратуру с жалобой. «Мы создали управление, куда бизнесмены могут обратиться со своими жалобами. Это можно сделать онлайн. Мы рассмотрим заявления в кратчайшие сроки и примем необходимые меры. К нам уже поступило несколько жалоб по незаконным проверкам. Были возбуждены уголовные дела, идут следственные работы». Кроме того, депутаты парламента озабочены тем, что чиновники, осужденные за коррупцию, отсиживают определенный срок и выходят, не оплачивая нанесенный ущерб. Как с этим бороться, поинтересовались депутаты. «Многие оформляют свою недвижимость на родственников. Будут ли они считаться соучастниками преступления?» Генпрокурор Курманко Зулушев рассказал, что ведутся работы по полному возмещению нанесенного ущерба по последним возбужденным делам в отношении чиновников. «Ранее задержанные граждане, осужденные за коррупцию, до сих пор не оплатили нанесенный ущерб. Это связано с тем, что во время следствия и суда не были осуществлены соответствующие действия. Сейчас, если подтверждается факт ущерба, то он оплачивает, и потом дело передается в суд. Сейчас очень легко найти недвижимость, которая оформлена на другого человека. Вы видите на практике. Мы устанавливаем причину оформления. Каждый факт проверяется индивидуально». Нардепы рассматривали поправки в кодекс и сообщили, что ранее 25 депутатов давали предложение председателю комитета Аджиур-Ургенеш и Канату Киризбекову, но они не были учтены. Бакиров не озвучил, какие предложения были переданы. Они попросили отдельно поставить на голосование предложение депутатов. «Мы давали предложения по статьям 246, 295, 497 и 498 УПК о порядке привлечения к ответственности определенных должностных лиц. Тут есть предложение по порядку привлечения к ответственности депутатов». В свою очередь, генпрокурор подчеркнул, что предложение было рассмотрено на заседании комитета. «Мы не должны брать нормы, которые противоречат Конституции. Как вы знаете, несколько человек, в том числе Умбиталы, доктор Алиевич и я, были членами Конституционного совещания. В Конституции есть норма, по которой депутата привлекают к ответственности. Не в случае задержания на месте преступления. Согласие Джигур-Ургенеша. Ранее, как вы знаете, речь шла о тяжких или особо тяжких преступлениях. Тогда не нужно было согласия ЖК. На Конституционном совещании говорилось, что это влияет на неприкосновенность депутата. Поэтому ряд членов, в том числе депутаты, высказались за то, чтобы согласие Джигур-Ургенеша спрашивали в любом случае, при привлечении к ответственности при любых преступлениях». Обсуждая новые кодексы с парламентариями, Курмако Зулужев подчеркнул, что в новых кодексах полностью убрали норму сотрудничества со следствием, но при этом, по словам Зулужева, помощь следствию учитывается в суде. Как подчеркнули депутаты, во многих странах сотрудничество со следствием, наоборот, развивается. «Конечно, сотрудничество со следствием облегчает работу следователей, но мы не должны искать легких путей. Нам нужно защищать права граждан и повышать профессионализм следователей и прокуроров». По итогам рассмотрения было принято решение направить проект конституционного закона о прокуратуре Крыгойской республики на голосование во втором и третьем чтениях. В последнем чтении за законопроект проголосовали 106 депутатов, на заседании присутствовало 106 парламентариев.